Печора в огне. В Ненецком краеведческом музее открылась выставка, приуроченная к столетию Первой мировой и гражданской войн. Она подготовлена совместно с Национальным музеем Республики Коми. Впервые для широкой публики представлены малоизвестные и новые факты региональной истории. Документы и фотографии, личные вещи участников, детали воинского снаряжения, холодное оружие. Экспонаты, представленные на выставке, рассказывают о жизни нижнепечорцев в годы Первой мировой и гражданской войн. По словам краеведов, количество дошедших до наших дней артефактов той эпохи достаточно скромное. В конце этого началась революция, и носить награды империи, которая исчезла, стало не очень удобно, а самое главное, потому что опасно. Изусим Ильич Кокин, который недавно ушел от нас, рассказывает историю, как у его дяди, который тоже был вырожден и крестовым медалью. Медаль сохранилась, а крест у него забрали. Впрочем, то, что удалось сберечь, бережно хранится в фондах двух музеев – Менинском краеведческом и Национальном музее Республики Коми. Например, вот эта походная аптечка, она была изготовлена в 1916 году, но, несмотря на свой столетний юбилей, сохранилась в полном комплекте. Это комплект холодной аптечки, который применялся в русской армии в период Первой мировой войны. Сама аптечка хранилась в этом ящике, он приспособлен для переноски, перевозки, и вот то, что выложено, скажем так, отдельно, это находилось в ней. Это комплект бинтов, например, перевязочный материал, шприц, такой довольно массивный, необычный, из комплекта Мигл, в данном случае с одной пока только. И комплект медицинских инструментов, таких довольно простых, которые необходимы и применялись в полевых условиях. Экспозиция уникальна тем, что здесь представлены новые сведения и обновленные материалы. Например, персональные данные об участниках Первой мировой войны из Ненинского округа. На сегодняшний день известны имена порядка 450 человек. В 2014 году у нас в музее проходила временная выставка, посвященная именно тематике Первой мировой войны. С тех пор, скажем так, многое изменилось, но не многое, конечно, а изменился тот материал, который мы располагаем. То есть, если, например, в 2014 году мы знали имена только примерно 250 участников Первой мировой войны, жителей будущего тогда еще Ненинского округа, то сейчас нам известно примерно 450 этих имен. То есть, почти в два раза больше. То есть, обновился, скажем так, научно-справочный аппарат, то есть, те сведения, которыми мы располагаем. Вторая часть экспозиции посвящена столетию начала Гражданской войны. Фактически, Гражданская война началась сразу после Октябрьской революции, то есть, в конце октября 1917 года. Ее начальный период можно назвать умеренным, поскольку никаких активных боевых действий в этот период не было, поскольку белое движение еще только формировалось, а оппоненты большевиков, меньшевики и эсеры надеялись захватить власть законным путем. Но после того, как большевики распустили учредительное собрание, как этот распуск произошел в январе 1918 года, меньшевики и эсеры поняли, что мирно власть захватить не удастся, и поэтому начали уже готовиться к вооруженному захвату. Выставка посвящена событиям Первой мировой и Гражданской войн. Несмотря на значимость и драматичность периода в истории России, долгое время не находило должного отражения в постоянной экспозиции и на временных выставках Ненинского краеведческого музея. Выставка будет работать до 7 апреля. Иван Никонов, Людмила Сидейская, Вадим Носкин, Телеканал Север.